Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, приветствую всех, кто смотрит и слушает телерадиоканал «Страна-ФМ», первый и единственный в России телеканал с синхронным обещанием в «ФМ-диапазоне». Меня зовут Александра Хайрулина, программа «Лучшее в стране». Вы знаете, что здесь только лучшие из лучших каждый будний день появляются в нашей студии. Я действительно очень счастлива представить вам сегодняшнего гостя, потому что это российский фотограф, путешественник, очень известный тревел-фотограф. Кроме всего прочего, он и галерист, и куратор выставок российских фотографов и организатор фестиваля «Современные фотографии-фиксаж» Сергей Ковальчук. Добрый день. Сергей, добрый день. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. В вашем насыщенном графике знаем очень мало свободного времени. Да спать хочется немножко. И вот мы будем сейчас бодренько стараться так говорить, чтобы... Кофе вы дали очень хорошее, поэтому... Спасибо, спасибо. Друзья, обращаюсь к вам и говорю, что понятно, что Сергей достоин огромного количества эфира, потому что разговаривать есть о чем, но вот именно сегодняшний визит в большей степени связан с предстоящим очень интересным мероприятием и событием. 14 сентября в Центральном доме художника на Крымском валу откроется третий фестиваль современной фотографии-фиксаж. И Сергей, как организатор этого фестиваля, конечно, приглашал нас в студию, чтобы рассказать поподробнее, что это за фестиваль, что проделано за три года и что вообще, для чего должны пойти туда люди, что мы увидим на этом фестивале. Ну, вот, как вы сказали правильно, этот фестиваль делается три года. Вот, вот, площадкой фестиваля является ЦДХ, и, в общем, мы очень любим эту площадку и очень переживаем, что она, видимо, видоизменится в ближайшее время. Вот, и сейчас у нас, наверное, самый большой фестиваль, который мы делаем за три года, это там площадь выставочная порядка полторы тысячи метров. Да, парень, да. Представлено восемь фото-проектов отдельных, представленная, вот, выставка лауреатов конкурса, которые мы проводили, которые там с призовым фондом, и люди со всей страны, и вообще, то есть, с русскоязычного пространства присылали нам свои фотографии. Тема конкурса была в этом году «Видеть чудеса», и поэтому фотографии настолько разнообразные. То есть, каждый по-своему представляет, что такое чудо. «Видеть чудеса», вот, меня даже мои знакомые фотографы спрашивают, а что такое «Видеть чудеса»? Ну, вот, ты вот, ты увидел, а другой человек не увидел, да? И вся прелесть фотографии... Ты даже не заметил, конечно. Да, вся прелесть фотографии в том, что человек, он, все ходят под ним улицам-то, с одними и теми же фотоустройствами, а кто-то увидел даже на мобильный телефон, а кто-то не увидел. Это может быть, конечно, и какой-то калаш, и что-то ещё, но, кстати, не очень много постановочных фотографий. Большая часть фотографий — это какие-то реальные фотографии. Сергей, вот он демонстрирует уже фотографии, я смотрю как раз. А, это, значит, сейчас, это вот... Да, кстати, да. «Видеть чудеса». Да, это «Видеть чудеса». Вот это фотографии, вот как раз конкурсные фотографии, которые попали в лауреаты конкурса. Смотрите, какие разные. Здесь и люди, здесь и птицы. Совершенно разные, абсолютно разные. Вот эта фотография была предыдущая, называется «Жрать». Вот это как бы... «Жрать». Это вот те, про птичек, про птичек. А это вот, видите, какая кошечка, чудесный фрукт. Это вот, это Санкт-Петербург, как я понимаю. Авторы совершенно из разных мест. Это вот бабушка, я не знаю, откуда она. Потрясающе. А это «Руки учитель» называется, по-моему, фотография. А это «Бедный Йорик» называется фотография. Это вот совершенно всё без этого самого... Отличающе, да. Кот охотится на сушеную рыбу. Вот эта фотография мне очень нравится. Мальчик смотрит улитки в глаза. Вот эта тоже мне нравится фотография. Но это моё личное мнение, оно никак не влияет на то, кто получит призы. Потому что конкурс построен так, что люди присылают... Мы объявили конкурс, люди присылают нам фотографии. И мы, как оргкомитет фестиваля, мы отобрали 100 лучших фотографий. Беременная женщина с пополнями, ручными тоже очень ярко. Вот эта история тоже с этой фотографией. У девушки пропал компьютер. И вот эта фотография тоже мне очень нравится. Вот и она... Мы решили всё-таки дать её в плохом разрешении. У неё пропал компьютер и пропала фотография в хорошем качестве. Вот так нам захотелось. Мы, оргкомитет, мы отбираем 100 лучших фотографий, которые нам кажутся наиболее интересными. Подходят именно под задачи этого конкурса. Да, под задачи вот этого... Ну, отвечают конкурсу. А дальше у нас есть независимые жюри. А жюри состоит... Как бы вот я уже сказал, что у нас 8 фотопроектов, 6 независимых выставок, 6 очень интересных российских фотографов. Это вторая, может быть, часть... Или даже так вот, первая часть нашего фестиваля – это профессиональные независимые выставки. И персональные, большие, то есть целый зал. Это 6 выставочных проектов. Один проект, я потом отдельно расскажу. Вот. И члены жюри – это 6 человек, которые являются авторами этих проектов. Этих выступ? И еще, да, и еще два партнера – наша Фотолаб и Фотоподиум – это представители этих компаний, которые нам очень помогают в проведении фестиваля. 8 человек, они просто заполняют эксельскую табличку и ставят свои рейтинги. И вот мы просто складываем. Вот, ну, и ничего больше. И призы получают... Очень интересно. Вот выбор жюри, вот он совершенно... Ну, например, с моим выбором, он не совпал бы. Не совпало бы. Часть работ совпала бы. Но не все, собственно. Не все, абсолютно. Потому что, ну, абсолютно честное независимое жюри. Никаких подлогов не может быть. Это вот по... Потому что, ну, кто получает конкретные деньги из призера. То есть там призовые деньги прям. Да, да, 50 тысяч. У нас призовой фонд, и каждый, вот там, вот сколько-то номинаций. Там гран-при, первая премия, вторая премия. Ну, могу, конечно... Это мы еще пока не объявляли, но такой очень большой секрет. Ну, кровати. Вот, у нас третья премия, три должны быть призера. Так. Вот, а вот прислали члены жюри и две фотографии, но они вот прям вот практически вот одинаковые, эти самые рейтинги у них получились. И поэтому мы взяли, сделали четыре премии, и завтра на открытии мы вручим четыре премии, третьи, вот, четырем людям. Мы решили добавить лишнюю премию, там, добавить лишний призовой фонд на эту премию. Вот, потому что очень тяжело. Очень тяжело. Я вас понимаю, вот тоже, только что сейчас мы посмотрели, вот, кстати, уже нам демонстрируют выставочные проекты. У нас эта выставка Сергея Толмачева, очень интересная. Это вот то, что было. Это вот Галина Юняевой, это такие вот очень интересные природные фотографии. Вот, а... Ну, давайте вот уже, что есть. Вот, это Галина Юняева. Это человек, который очень интересно снимает природу, и вот микро каких-то вот... Практически картины, извините, Сергей Толмачевский. Да, картина, она и напечатана, вот, нам фотолаб печатает на разных местах, разных бумагах. Да. Вот эта картина. Это Николай Кондакова выставка. Это человек, который ходит по Москве и выискивает разные... Городская мозаика называется. Вот такой вот у него... Черноморский флот. Черноморский флот. Вот, это, ну, то есть, очень, как бы, его очень любят, его очень любят, вот. А это выставка Андрея Нарчук. Неужели это настоящая фотография? Да, да, да. Это Андрей Нарчук. Это один из наших самых известных подводных фотографов, которые вот вчера вот мы развешивали с ним. Очень приятный сам человек и очень, как бы, и фотографии, уникальные фотографии. Ну, у них там команда снимает, как бы, ездит, но это его фотографии, и мы... Вот, это выставка Андрея Нарчука. А это Георгий Розов. Это, ну, классик нашей... Это разный классик нашей фотографии. У него там, по-моему, три или четыре книжки, как снимать фотографию, как делать фотографию. У него куча учеников, он преподает. Вот это вот, это московское метро. Метро. Потрясающая картина. Вот. То есть, это где-то там какое-то шоу. То есть, ну, совершенно вот пять выставок, а это вот Сергей Тумачев пошел. Это он снимает капли. Это капли воды. Вот это. Вот это вот, это капли воды, которые... Невозможно поверить, и это хочется стоять и рассматривать, потому что двух секунд не хватает. Вот он будет в воскресенье, он будет показывать и рассказывать на семинаре, у него будет семинар, он привезет свою установку. Как он снимает, то есть, покажет прям всю кухню без процесса. Да, мы постараемся сделать так, что... То есть, он привез... У него сложная установка, которая формирует эти капли цветные. И он... Там ничего... Никакого фотошопа нет. Это замечательная картина, когда... Это сложно поверить, честно вам говорю. Причем они напечатлены сейчас на... Там по технологии флекс. Это вот, ну, как вот у вас, вот такой вот... Очень красивый. Спасибо. Вот. И вот мне очень нравятся его фотографии. Вот. И он покажет это в воскресенье. Вот, например, если в воскресенье люди придут на семинары, он покажет вот то, что он... Как он это дело делает. Вот. И еще один... Вот у нас... Это пять выставочных проектов, которые я рассказал. И шестой выставочный проект — это Валера и Наташа Черкашиных. Это... Другая сторона. Это наши классики современного искусства. Это... Они еще начинали там с Кабаковым и так далее. То есть, вот мои такие хорошие друзья, вот у них... Они делают там известный персонаж. Перформансами разными. Они делают разные художественные, просто современного искусства. И они делают разные фотопроекты. Такие вот фотокартины огромные. Причем у них выставки были в Нью-Йорке, в Лондоне, в Эмиратах большой проект, в Аргентине. Вот. А здесь они показывают штучку, которую они в Москве еще такой не показывали. Что же это за штучка такая? Вы заинтриговали. Это картинка длиной 15 метров и высотой 3,5 метра. Штучка. Штучка. Вот вчера мы ее формировали, как бы. Она сделана специально для этого проекта, для фиксажа этого года. Они делали, ну, похожие проекты за рубежом. Вот. А в Москве, для Москвы это первый раз. Ну, то есть мне самому было очень вчера интересно посмотреть, что же у них получилось. Это большое полотно, которое сформировано на... Ну, как бы, это такой коллаж некоторых фотографий, которые они делали для Олимпиады в Афинах. И должна была... И там, по-моему, демонстрировали в Афинах. Вот. И сейчас они сделали, вытащили старые фотографии, и на базе этих фотографий сделали такое... Это специально сделано под фиксаж. Что замечательно, Сергей. Мы сейчас приверемся совсем ненадолго, друзья. Обязательно оставайтесь с нами, потому что впереди все самое интересное. Лучшее в стране. А у нас сегодня в гостях один из, ну, бесспорно, лучших фотографов, путешественников современности, Сергей Ковальчук. Мы говорим о фестивале, о третьем фестивале современной фотографии и фиксаж. Посетить фестиваль можно уже, начиная с послезавтрашнего дня, 14 сентября, в Центральном доме художника, хорошо известном вам на Крымском Валу. Добро пожаловать. Мы говорим сейчас о программе этого фестиваля. Сергей обещал рассказать поподробнее. Пожалуйста, вам слово. Ну, конечно, каждый день, когда человек может себе позволить пойти и сходить в Центральный дом художника, вход по билетам ЦДХ, то есть мы ничего сделать не можем, это вот... Мы бы рады всех пустить бесплатно, но это не наша прерогатива. Люди покупают билет ЦДХ и приходят на третий этаж, и практически весь третий этаж – это наше выставочное пространство. Это вот 8 выставок, которые можно посмотреть, конкурсная выставка, про которую мы сейчас обсуждали. Вот. И на два викенда, две субботы-воскресенья, мы подготовили, нам кажется, очень интересную и полезную для людей программу. Она как бы смешанная. Какие молодцы! Да, смешанная. Она, с одной стороны, это рассказы вот этих вот фотографов, которые у нас присутствуют или не присутствуют, о том, что и как они делают. Это уже люди, в общем, известные, сформировавшиеся, имеющие свое лицо. И второе – это музыкальная программа, которая, вот я очень большой любитель музыки, мне очень нравится ваш канал, потому что здесь музыка, вот я все время как-то в музыке. С музыкой и фотографией. В музыке и фотографией. И у нас будет вот в субботу, из музыкальной части, как бы сказать, у нас будет Иван Смирнов со своим коллективом. Вот вы знаете, это один из лучших российских гитаристов. Вот у него сейчас было в воскресенье в Садыха целый зал людей, которые пришли на его день рождения. А он будет у нас в субботу в шести часов выступать своим коллективом. А в воскресенье, это 16 число, у нас будет совместное мероприятие с фестивалем «Платформа». Это, ну, как бы, если кто знает Грушинский фестиваль, он как-то немножко развалился, разошелся. И вот часть, которая мне нравится сейчас, и, наверное, «Подмосковный» один из лучших фестивалей, это «Платформа», который был в этом году. И вот с организаторами фестиваля мы договорились сделать совместный день. И там будет очень много музыкантов. Там будет Андрей Козловский со своим коллективом. Там будут Родовский, Толпегов, Клевенский. Вот будет группа «Кинбату». Там много-много. Боря Булкин. То есть это полдня музыки. Это воскресенье. Вот, а в субботу у нас будет, ну, вот я сам буду, по-моему, с часу дня отвечать на вопросы людей, потому что ко мне все время приходят, спрашивают какие-то вопросы. Это в субботу. Вот, дальше будет Розов, будет мастер-классы Галины Юняева, Розов, Кондаков. Это будет в субботу. Сейчас кого-то, может быть, забыл. Вот в воскресенье будет то, что я сказал. Сергей Толмачев расскажет о том, как он делает свои уникальные капли. Выступят черкашины, Валера Наташа Черкашина, их вообще приглашают с лекциями по всему миру рассказывать о современном искусстве. В общем, желательно, конечно, целый день выделить для посещения Центрального дома художника и фестиваля фиксажа. Ну, выбрать какой-то день, посмотреть, что интересно по разговорной части и что интересно по музыкальной части. А следующая суббота, воскресенье, 22-23-е, у нас уже традиционно, вот будет 22-е, следующая суббота, это будет день репортажной фотографии. И вот с русским блогером «Я Москва» мы делаем такое вот, зовем людей, которые занимаются репортажами. Вот нам, кстати, уже демонстрируют. Да, вот это вот фотографии репортажных выставок, 12 человек будут рассказывать, это очень плотненько, рассказывать о совершенно разных вещах. Там, как посвящено похищению невест в Осетии, это вот, ну, вот это какие-то фрагменты чемпионата. Это люди, которые пишут для СМИ и для этого вот какие-то вот гонки, гонки героев, такая вот интересная история. Это понятно, вот Олег Табаков, это, по-моему, Юния Чеснокова, который организатор этого дня, это вот человек, который мы очень любим тоже, вот его фотография. И у нас специальная выставка есть, представляющая авторов дня репортажной фотографии. Поэтому это будет следующая суббота, вот, и следующее воскресенье тоже будут выступления, вот, и потом мы будем, у нас очень сложная вещь, подсчитать голоса за приз зрительских симпатий. Поэтому каждый пришедший на выставку тоже сможет отдать свой голос. Да, конечно, да. У нас один приз отдельный. Мы вот призы уже считаем, я уже знаю, кто победил. А кто победит зрительских симпатий, мы не знаем. Каждый должен заполнить бумажечку. Надеемся, что вбросов не будет. У нас это пригласили. Все может быть, все может быть, будьте готовы. Это, значит, вот, ну, вот это по программе. То есть, поэтому вот она есть на сайте нашем, есть на сайте ЦДХ, это можно посмотреть. Да, но главное, друзья, помните, что с 14 сентября открывается фестиваль «Фиксаж», продлится до 23 сентября. Так что уж точно день выбрать можно. У нас коротенькая пауза, после чего мы обязательно вернемся и продолжим общаться с нашим гостем. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. А 14 сентября, друзья, в Центральном доме художника состоится открытие третьего фестиваля современной фотографии «Фиксаж». У нас в гостях фотограф-путешественник, организатор выставки «Фиксаж» Сергей Ковальчук. В рамках этого фестиваля, Сергей, вы уже рассказали, будет подведение итогов фотоконкурса «Видеть чудо». Мы посмотрели некоторые работы, которые также будут принимать участие в этом конкурсе. Позже сказали, что около сотни отобраны работ. Вот. Я хочу вам задать следующий вопрос. Есть ли еще какие-то конкурсы, помимо этого? Для чего вообще вы их выдумываете, создаете? Кто участвует в этих конкурсах и что дают они? Вот такой сложный, длинный вопрос. Не, ну он совершенно понятный. И, в общем-то, конечно, человеку, когда... Фотография — это такой вид творчества, скажем так, искусства или творчества. Это вот сложные разделения, которые может себе позволить любой человек практически. У каждого есть свой телефон, есть телефон, есть аппарат, есть все что угодно. И иногда прям замечательные фотографии можно сделать на тот же телефон. Какие-то фотографии просто невозможно сделать на телефон. Ну и нужна профессиональная техника, и ничего не сделаешь. Там скачущая лошадь или там вот что-то ты не сделаешь телефоном. То есть она... Ты сделаешь, но это будет другое. Ну, конечно. Что-то другое. Вот. И, конечно, человеку как бы показать или рассказать о себе — это очень интересно и очень важно. Но, конечно, вот даже я просматриваю огромное количество фотографий. Иногда вот хочется что-то посоветовать человеку, ну сделай ты вот немножко по-другому, у тебя будет совсем другая фотография. И, конечно, конкурс, он даёт как бы для человека какое-то понимание, что он вот что-то сделал. И вот у него какие-то люди выбрали его фотографию. Это очень... Ну, то есть как бы люди, которые более-менее понимают, что это фотография. Ну, как им кажется. Тоже сложно сказать. Кто понимает, кто нет. Поэтому нам кажется, что проведение конкурса — это очень интересно и важно. Вот. Мы делаем уже третий конкурс, который у нас показывается на фестивале «Фиксаж». Мы делаем некоторые другие мероприятия. В частности, мы сделали совместно с Федерацией пляжного тенниса России. Это такой вид спорта, если вы знаете... Слышали, конечно. Пляжный теннис, знаете, да? Это когда играют на песке, играют немножко другими ракетками. И в прошлом году мы объявили конкурс совместно с пляжным... Мы уже на экранах сейчас смотрим как раз на инстаграме. Да, с Федерацией пляжного тенниса. И пригласили фотографов поучаствовать в конкурсе, которые, в общем, может быть, не очень занимались спортивной фотографией. Это не люди... Да есть часть фотографов, которые занимаются чисто спортивной фотографией. Ну, такие уже профессиональные, да, скажем. А это, ну, как бы люди, которые занимаются другой фотографией, пришли и поснимали. И мы сделали конкурс. Очень интересные фотографии получились. И вот выставка... Ну, там как бы немножко мы планировали фиксаж в апреле, но он получился в сентябре. Поэтому уже прошел еще один конкурс, еще один турнир в Москве на Кортах Самаранчо, имени Самаранчо. Проходит вот 30 команд... О, какие эмоции передают нам эти фотографии. 30 команд со всего мира приезжает и играет в пляжный теннис. И вот мы сделали такой вот конкурс, проект. Мне кажется, очень понравилось. Ну, еще там какие-то другие будут проекты, связанные с этим. Вот, а вот тот конкурс... В прошлом году мы делали конкурс «Лови момент» название, на фиксаже показывали. Сейчас вот видеть чудеса. И вот при зрительских симпатии мы ждем, кто его завоюет. Когда зрители придут и отдадут свой голос, это нельзя сделать онлайн, только оффлайн. Только в зале можно отдать свой голос. И, возможно, только с 14 сентября по 23 сентября. То есть как раз 23, я так понимаю, вы уже будете награждать победителя. Да, ну, мы достанем урну. Узнаем имя. Мы будем долго считать. Это же много людей, которые... Мы там в прошлом году целый стол сделали, раскладывали. Пришло много людей, которые нам помогали раскладывать. Такая наша избирательная комиссия. Вот, поэтому я думаю, что мы будем как-то продолжать. И самое главное, что мы не ставим никаких вот задач, вот когда мы делаем конкурс в виде чудеса, это только арт-задачи. Нам хочется, чтобы люди что-то сказали о себе, о фотографии. Где можно найти информацию, Сергей? Я просто думаю, сейчас есть кто-нибудь в автомобиле. Или смотрят на специалисты и думают, так я же такой фотограф от Бога. Я же всю жизнь фотографирую. Сейчас ты уже как бы про конкурс ничего не узнаешь, может, только результаты конкурса. На следующий год, может быть, да, чтобы принять участие. На следующий год сайт фиксажа, фестиваль фиксаж, понятно. А есть официальный сайт? Да, конечно, фиксвест.ру, понятно, это всегда можно зайти или просто набрать фестиваль фиксаж в любом поисковике. Сейчас вся программа у нас есть и на нашем сайте, и на сайте ЦДХ. Можно посмотреть, когда что происходит из мероприятий. Ну, а выставку можно любой день посмотреть. На самом деле сейчас весь ЦДХ, на данный момент, это художественные выставки. Вот кончився Бэнкси там, он уехал куда-то, я не знаю куда. Ну, хорошая выставка, но я посетил, ну, как бы, я не могу сказать, что я фанат Бэнкси, но как бы, ну, вот выставка была, много людей посетили Бэнкси. Вот сейчас заехал полностью, вот у нас сейчас заезжает, полностью художественные выставки. Так что, ну, и мы фиксажем. Так что, друзья, планируйте, пожалуйста, свое посещение. Я не могу не поговорить, Сергей, с вами о непосредственно ваших фотографиях, ваших работах, не о вас, как о организаторах фестивалей, кураторе выставок. Вы родились в Москве. Да, я родилась в Москве. С детства фотографировали, да, по-моему, там, в школе, на черно-белых фотографиях, и все. Но по профессии вы? Ну, я долгое время занимался бизнесом. Вот, конечно. Ну, вот, а потом кончим заниматься, когда много... Кстати, много фотографов, знаете, бывших бизнесменов. Как вам кажется, почему? Ну, во-первых, фотография, она сейчас не дает денег в России. Реально. То есть, ну, как бы, фотографы очень, ну, как спортсмены, которые зарабатывают на спорте, так же и фотографы. Очень мало кто есть, кто может заработать на фотографии. Есть, я знаю людей, которые зарабатывают только на фотографии. Их единицы, конечно. Их единицы. Но большая часть, конечно, это, как бы, время какое-то провождение и так далее. Вот. А бизнесменов, ну, может быть, просто фотография, там же еще, ну, и там голова иногда нужна для фотографии. Нужно себе позволить, как мочь быть в тех местах, которые... Ну, я, например, я занимаюсь Азией, Яго-Восточной Азией. Я первый раз был в Сингапуре, по-моему, в 96-м году, в 96-м году, то есть 20 с чем-то лет назад, по делам. Так, и вот я долго ездил в Азию, как бы, по делам. Потом я окончил по делам уже ездить сколько лет, там, 10, наверное, ездил. А потом вот как бы... Уже по фотоделам стали ездить. Уже по фотоделам, и там сейчас провожу по фотоделам очень много времени. Да вы же не просто ездите, а на сегодняшний день у вас выпущено 8 книг, или даже больше, если не ошибаюсь. Вот, кстати, у нас здесь, друзья, хочу, чтобы вы обратили внимание. Ну, туда это... Есть как раз огромный альбом, посвященный Лаосу, страна экологического туризма. Это тоже ваш большой проект, я знаю. Очень тяжелый альбом, очень. Ну, и, конечно, это все очень хочется рассматривать, нужно очень много времени потратить. К сожалению, в эфире у нас нет такой возможности, но... Ну, про то, что делаю я. Ну, как бы, какое-то время я начал ездить, снимать и делать книжки. Ну, типа, вот первые книжки мои были, ну, типа, я тут был, я это видел. Ну, как бы, вот такого плана. А дальше я стал делать книжки по странам, конкретным странам. Это проектная работа, ты ездишь по стране, ты понимаешь, что в ней происходит, изучаешь страну очень-очень глубоко. Вот Лаос, например, она сделана научный консультант, это музей Востока. Вот, Наталья Гожева, это вот сотрудник, вот она, там ее статья есть о Лаосе, как историческая, вот первая... И здесь каждая фотография сопровождается вашей информацией. Да, конечно, да. Комментария, я стал... Вначале я делал просто фотоальбомы, сейчас, конечно, это уже в лучшей степени... Это целый научный труд проводится. Да, в большей степени рассказ о каких-то вещах, то есть вот у меня книжка про Лаос, это книжка Миямна, есть Сингапур, есть Бруней, это отдельные проекты по четырем странам, которые я сделал книжки. Вот, ну, была вот выставка «Десять стран Асиан», это в 16-м году, это «Саммит России Асиан», это был официальный проект, который я там почти год делал, то есть у меня фотографии по десяти странам, входящие в Асиан, это азиатские страны. Десять стран, которые нужно было посетить. Да, ну, у меня было по части, было уже все сделано, как бы, а часть пришлось... Ну, там, по-моему, одна страна была, которая... По указу президента? Ну, это, в принципе, была официальная выставка, там вот был фотоальбом, тоже там предисловие было Мединским написано, ну, не им, ну, как бы, по крайней мере, предисловие Мединского было в этом фотоальбоме, в котором были фотографии из десяти стран Асиан, вот. И, то есть, ну, как бы, вот это... То есть сейчас это проектная работа, вот. Но вот Индонезия, которую я вот искал, я вот сейчас занимаюсь Индонезией. Более двух лет вы работали над этим проектом. Вот в шестнадцатом году я кончил заниматься все страны Асиан. Это был проект, который проехал, вот, в Сочи стоял на набережной. Большие фотографии. Вы теперь самый большой специалист по странам Восточной Азии. Ну, вы знаете, вот делаешь страну, ты все знаешь. А через какое-то время начинаешь, говорит, а ты вот, ну, как, забывается уже. Потому что вытесняет другая информация. Это хорошо, что есть альбомы, которые вы можете произвести и вспомнить, так сказать, все. Да, да, да. Иногда... Вот, нет, ну, я, конечно, вот эти альбомы, они идут к людям. И, там, вот, у меня был случай, я какую-то книжку свою одну из первых подарил. Там, вот, друзья, на день рождения, что-то было. Вот, ну, потом встречаемся год через три. Я даже и не помню. Вот. Говорит, а ты помнишь, подарил вот эту самую книжку свою? Ну, наверное, да. А мы после этого в Камбоджу уехали на полгода. А там был кусок Камбоджи. Благодаря вам. Да, это уже было... Вот. И я думаю, что, как бы, эмоции у человека для посещения каких-то мест или стран, это очень важно. Вот человек увидел что-то. Вот, хочу туда. И поехал туда. Ну, сидели... А если он еще не просто увидел картинку и фотографию, а еще увидел, что это такое, и даже что-то про традиции и обычаи почитал, что-то... Еще больше в нем разжигает желание посетить страну. Друзья, надеюсь, что ваше желание очень сильное остаться в нашей компании, потому что с нашей стороны это точно есть. Прервемся ненадолго. Скоро вернемся. Лучшее в стране. Эта программа «Лучшее в стране». Друзья, у нас сегодня в гостях путешественник-фотограф Сергей Ковальчук. И именно в этом выходе я очень хочу попросить рассказать Сергея нам о работе, которая ведется вот в настоящее время. Это, я так понимаю, работа над альбомом большим, книгой, посвященной Индонезии. Да. Я уже сказал, что два года я занимаюсь Индонезией. Ну, я до этого тоже ездил в Индонезию. У меня были большие выставки в Москве, ну, как бы в разных местах. Это было лет 6-7 назад про Индонезию. А сейчас я как бы занимаюсь ей серьезно. Но вот если в отличие от этих вот альбомов, которые здесь лежат, это одним альбомом можно охватить страну. А Индонезию вообще невозможно охватить. Невозможно? Ну, у нас знают, не знают, как бы, ну, Индонезия — это 14,5 тысяч островов. Ну, и кто их считал, не знаю. 260, по-моему, миллионов населения. Это население в два раза больше, наверное, чем... Она уже демонстрирует фотографии. А, фотографии. Это вот, это ментовая такая фотография, это народ ментовая, которые делают из сага, делают специальные... То есть там люди живут совершенно в разных... Как бы, начиная от Джакарты, которые... Это Бали, которые посещаемые Трунян, деревья Трунян. Видите, эти... Ну, это... Впечатляет, да-то. Это, ну... То есть люди иногда... Вот, допустим, Бали, например, который посещается всеми туристами, его никто... Какие-то вещи вообще не знает. Вот, например, Бали есть... Бали арт-фестиваль, например, есть. Вот фотография просто... Какой чудесный человек. Это Калимонтан. Это Калимонтан. Моют алмазы и золото. Я специально ездил далеко довольно. Это такой шахтный... Не шахтный, а промывочный метод. Вот они алмазы совершенно в жутком виде добывают. А вы нашли что-нибудь там? Я купил маленький-маленький алмазик. Вот это Бали арт-фестиваль. А, искать вас не допустили, да? Не, ну, это сложно. Потому что ночью можно было пробраться как-то. Это гонки на Мадуре. Это Хаумхера, такой дальний-дальний остров Хаумхера. То есть сейчас я езжу и пытаюсь... Это рыбаки, которые ночью ловят, вот, носить. То есть сейчас я как бы делаю не только красивые места, и очень красивая страна, но именно традиции, и вот, которые остались у народов, это ни с остров, ни с такой... А сколько вы посетили островов? Ну, понимаю, что не 14 тысяч? Ну, много, много. Ну, около того, да? Там, я знаю, это Попуа, например, Попуа, там, два или три раза только в прошлом году была. Это чёрные макаки. Вы где-то признавали, что привозите с каждой поездки 20-30 тысяч фотографий. Теперь я пытаюсь, конечно, представить, как вам сейчас сложно выбрать из сотен тысяч фотографий, сделанных. Это гонки по Куджаве на... Огонёк большую статью опубликовал с этими фотографиями. Это невеста такая, это Суматра, Рангутанги. То есть, конечно, очень тяжело выбрать фотографии. Потому что, и вот, ну, конкурс, если возвращаться, тоже вот, ну, на конкурс отдать фотографии, то же самое. Ты проходишь свой внутренний конкурс, и из там тысяч фотографий, это вулкан Ибу такой на острове Холмхера, очень-очень далеко добирался. Там извержение каждые 15 минут, мини-извержение. Это Барабудур, но Барабудур во время праздника Вейсак. Это день рождения Будды. И я теперь езжу не только посетить место, но ещё найти точку, когда туда нужно ездить. Ну, время. Вот Барабудур, я, по-моему, раза три был. Это вот вулкан Брома, тоже очень известное место. Вот это местный народ, сейчас, один раз в году несёт подношение и бросает вулкан, жерло вулкана. А другие люди стоят и ловят это подношение. Это очень интересное действие. Вулкан Брома – это самая, наверное, публикуемая фотография Индонезии. Но во время Яни Касады, праздника с Яни Касадой, это вот очень интересное действие, именно действие. Что касается природы, различных событий, каких-то мероприятий, здесь всё понятно. Памятников архитектуры и тому подобное. Но что касается фотографий людей, вы фотографируете не только наших современников, людей, скажем так, образованных и так далее. У вас же очень много фотографий и диких племён, а не приживающих. Или очень отдалённых, отдалённых каких-то глубинок деревушек. Я стараюсь забираться в максимальное... Особенно, когда нет совершенно никакого понимания языкового у какого-то племени, который и по-английски ничего совершенно не понимает. Как вам удаётся, извините, не получить в лицо, что так выражаюсь, но это абсолютно понятная вещь, при этом получить снимок и спокойно разойтись? Ну, чем дальше, тем люди более дружелюбны, понятно. Ты приезжаешь к деревню, например, они никогда не видят... Приезжаешь... Вот приезжаешь... Холмхера. Приезжают, привезли... Ну, там, мы ехали долго-долго, там, тагутил такие племена, которые до сих пор живут кочевым образом жизни. И мы приехали туда. Ну, они как раз очень агрессивные, к ним плохо как бы... Вот. Приезжаешь в деревню, к тебе... Вот я, значит, там... Были у вас тут какие-то иностранцы? Ну, по-моему, два или три года назад были какие-то два человека откуда-то европейцы. Вот, ну, примерно так вот. Я насчитал, и за мной цепочка детей идёт, я насчитал, 23 человека детей идёт за мной, провожает меня по деревне. Я гуляю по деревне, смотрю, какая деревня. Вот. И 23 человека идёт за мной вот как вот... Они не видели вообще, то есть европейцы, они за всю свою жизнь... Это так, это первая в жизни. Бывают такие места, где первые... Ну, люди же едут какими-то тропами. Вот, например, пользоваться турфирмами, ну, мне нереально, российским, по крайней мере. Ну, я заказываю, конечно, у меня есть несколько партнёров, которые вот... Индонезийских компаний, которыми организовывают поездки. Вот, ну, это индонезийские. Но тоже там накладки... Вот мы сейчас были, вот на Мадуре, например, вот ездили. Девочка-гид была, ну, которая мне... Ну, провожатая. Ну, я заказал машину, но там близко, там никакой проблемы нету. Но она приезжает, а она не знает мадурского языка. Она бегает, чтобы... Там очень огромное количество разных людей на разных языках говорящих. Она не знает мадурского языка. Она бегает по какому-то рынку, ищет кого-то, кто владеет индонезийским языком, чтобы поговорить. Вот, ну, как бы... Ну, справились, нашли. Ну, нашли, нашли. Вот. Нет, иногда я приезжаю, я не знаю, что меня ожидает. То есть я приезжаю в какое-то место... Да, это чаще всего судя по... Я прилетаю, вижу аэропорт, я вижу... Тем местам, куда вы отправляетесь. Да, вижу аэропорт, я еду туда, но я не понимаю... Я начинаю там разговаривать, а что здесь вот есть, что там это самое. То есть места, они не описаны, в общем-то, практически... Ну, какие-то есть места, острова, которые не описаны, вот, там, Лони Пленит, например, или где-то еще. Но они теперь обязательно появятся в вашем альбоме, в книге, когда выход, давайте так... Ой, сложно сказать, сложно сказать. Я еще не начал ее делать. Мы сейчас вот с Музеем Востока обсуждаем как совместный проект, но пока еще вот... Пообещайте, пожалуйста, Сергею, что когда она уже будет готова, красивая новая, обязательно придете, мы вместе полистаем, посмотрим, послушаем. Прерываемся ненадолго, продолжим программу «Лучшая в стране» скоро. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. У нас в гостях сегодня Сергей Ковальчук, фотограф, путешественник. Сергей, я хотела спросить у вас следующее. Вы посетили огромное количество стран, вы сделали огромное количество фотографий в этих разных странах, вы изучили их вдоль и поперек, и историю, и архитектуру, и все, что только можно. И, предполагаю, пришлось вам все равно немножко и языки чуть-чуть, ну, хотя бы под вас три слова зачистить. Вас на сегодняшний день может удивить планета чем-то? Она все каждый день удивляет. Нет, это же каждый день ты находишь какие-то... То есть, если фотография не удивляет и не интересует кого-то, это... ну, или фотография, или тоже действия. Я перестал ходить с фотоаппаратом по Москве. Вот я не беру вообще, ну, практически в России фотоаппарат... То есть, Москва вас уже удивить не может? Нет, она меня может удивить. Но, вообще, то есть, я как бы считаю, что фотография — это один из видов алкоголизма. Вот, если ты... Какая интересная сраза! Если ты начинаешь фотографировать, ты остановиться не можешь. Вот любой профессиональный человек, поэтому лучше, лучше, говорится, не пить. Вот, лучше не брать фотоаппарата, и, конечно, ты можешь везде найти какие-то вещи, которые тебя удивляют. И если тебя не удивляет, ну, и смысла фотографировать нет. Просто тогда не берете в Москве фотоаппарат в руки, потому что вы боитесь, что вы иначе не уедете. Да, да. За границей. Нет, я сразу начну удивляться и искать что-нибудь интересное. Вот, а вот немножко себя сдерживать хоть чего-то. Вот, поэтому... Хорошо, тогда, возможно, есть желание какое-то, куда есть такая галочка, вы ставите, что обязательно отправитесь в Африку. Нет, и в Африке я был, конечно, но я не очень люблю снимать зверюшек. Вот, это целая своя история, и есть люди, которые с удовольствием сидят неделю и пытаются подкараулить льва, там кого-то еще. Мне интересны люди, в принципе. Я считаю, что самые интересные это люди, их традиции, обычаи, и вообще, ну, и здесь люди, самое интересное, что есть. Это мое личное. Вот, и фотографии точно так же. У меня вот фотографии я публикую, там, в Фейсбуке, например. У меня большая часть — это не картинки природы, а это какие-то действия людей. И, конечно, это не может не удивлять. И вот, если опять-таки возвращаться к фестивалю, вот, если ты увидел что-то, чудо, да, значит, ты можешь участвовать в конкурсе в виде чудеса. Да, и при этом, я так понимаю, что организаторов конкурсов, то есть и вас в том числе, совершенно не волнует опыт работы этого фотографа и вообще его успешность и узнаваемость. Ну, некоторые фотографии, есть, ну, мы же уже много чего знаем, есть узнаваемые, которые люди посылают на много конкурсов. Ну, честно говоря, мы это не очень одобряем и не очень... Ну, нам кажется, что должны быть какие-то люди, ну, или есть интересные авторы, но если ты одну фотографию кидаешь на все конкурсы и думаешь, если она там победила, то и там, и там, и там, ну, вот нам это не очень... Ну, ну, нам как-то это не очень нравится. Лучше, чтобы человек все-таки развивался и давал какие-то новые объекты для просмотра. Вот. Конечно. Одну отдачную фотографию может сделать любой человек. Сергей, у нас с вами осталось полторы минуты. Да. Я поэтому хочу еще раз всем напомнить и рассказать, что 14 сентября в Центральном Доме Художника откроется третий фестиваль современной фотографии «Фиксаж», в рамках которого состоится 8 персональных выставок. Есть 8 персональных... Есть 8 проектов. Проектов, да. 8 проектов. Большая выставка 100 лучших фотографий конкурса. Вот. Есть музыкальная программа, есть семинары, мастер-классы. Вот. И все ждем. В общем, удовольствие ожидается колоссально, потому что, во-первых, если вы увлекаетесь фотографией, то вы подчеркнете, безусловно, для себя из уст уже, ну, достигнувших успеха фотографов, очень известных людей, необходимую всю информацию. Ну, и просто посмотрите какие-то невероятные эмоциональные фото-зарисовки. Я хочу вас поблагодарить, Сергей, за то, что вы пришли к нам, за предоставленные фото, материалы, которые мы сегодня продемонстрировали в программе. Если вдруг вы пропустили кто-то из наших зрителей и слушателей, у вас будет возможность потом программу посмотреть на нашем сайте. Сделайте это обязательно. Ну, а с 14 по 23 сентября, конечно, найдите время, отправьте в Центральный дом художника на третий фестиваль современной фотографии и фиксаж. Сергей Ковальчук у нас сегодня в гостях. Спасибо большое, Сергей. Спасибо большое. Мы ждем вас в гости, ждем, конечно, вашу большую работу по Индонезии. Приходите тоже к нам. Будет время. На фиксаж. На фиксаж. Обязательно. А Индонезию обязательно покажу. Спасибо большое. Программа «Лучшее в стране». До встречи. Спасибо. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова